здравствуйте друзья у нас сегодня гости вы их видите на нашем экране многие из вас может быть знают наших гостей а для тех кто не знает представляйтесь здравствуйте меня зовут светлана это мой сын никита а еще у меня есть старший сын муж и внучок внучок да и внучок что-то вы так ну ладно так и сколько внучку сколько внучка уже три года понял значит может от старшего сына внучок да понял так давайте пару слов откуда вы давно ли в америке чем занимались занимаетесь так пару слов сейчас данный момент мы живем это штат вашингтон город спакен приехали мы в америку по грин карте я выиграла грин карту с первого раза 10 лет назад в 10 лет мы уже живем здесь приехали сразу в спакен так здесь и остались а это вы по какой-то там религиозной линии ехали я знаю там много верующих проживают в тех краях мы просто заполнили грин карту и выиграли так откуда сами а бишкек киргизия вау хорошо чего же теперь давайте чем занимались бишкек это муж у меня работал на стройке вообще он по образованию художник закончил художественную школу но жизнь такая что художество не пригодились пришлось идти на стройку он клал плитку а я дома не было а сейчас что делает муж а сейчас муж конечно когда приехал поменял много профессий первое время но он как-то сразу пошел учиться в колледж и сейчас уже работает по профессии нерс медбрат понял так а лет лет сколько ему а 42 молодой совсем мужик такие мы очень ранние бабушка с дедушкой так чувствую хорошо значит медбрат про про себя давайте профессионально искать стезя так вообще там в кыргызстане я закончила только лицей на мастер цветовод декоратор только закончила и в принципе не пришлось поработать сразу вышла замуж в 19 лет там родился ребенок первый ребенок потом второй и я так и не работала дома и было подождите а когда вот это два ребенка вот один одного мы видим второй уже своих имеет до 20 лет то есть не то что между ними разница в два года так как один потом сразу тут же второй до между ними разница шесть с половиной нет понял одного в школу отправили другого значит растить хорошо так так до приезда в сша в киргизии вам поработать не удалось да я не работала но все-таки интересно что значит ваш муж работая один был состоянии содержать семью из четырех человек наста конечно тяжело одному мужчине содержать но у нас была хорошая помощь от родителей что от моих что от его родителей хорошо значит в сша как ваша жизнь складывалась вот эти десять лет так но когда мы переехали с сша мы приехали в 2007 году 3 марта так старшему сыну было на тот момент сколько девять лет никите вот было три с половиной мы приехали он еще в то время не ходил поэтому как бы я была вся в заботах о ребенке а его здоровье но мужу конечно пришлось сразу выходить на работу но нам повезло у нас здесь были знакомые которые нас встретили и этот знакомый он взял моего мужа виктора на работу он буквально в первые дни в первую неделю уже вышел на работу работать какого плана была работа фирма с как помощник сварщик он мог умел он не умел но он очень быстро обучаемый не про не просто работу да там требовался помощник то этот знакомый его пригласил шеф на него босс вернее на него посмотрел увидел что у него есть перспективы что он быстро обучается и в принципе его оставил на первое время но это была такая знаете недолгая работа буквально там где-то пару месяцев и потом уже эта помощь не нужна была и пришлось ему уходить и снова искать новую работу хорошо но вот с вами все-таки вы доводилось работать сша или вы просто семейные дела так как бы да я работала и сейчас работаю но в основном как иммигранты до приезжают начала работать по уборке уборка домов потом уборка офисов мы вместе с мужем работали и с американками со знакомыми там девушками я тоже работала но это не то что работа была там каждый день это раз в неделю иногда раз в месяц какой-то объект так чисто знаете на природу преработать на свои женские расходы хорошо значит давайте тогда может быть так перейдем вот к такому аспекту вашей жизни у нас очень очень много вопросов есть от людей которые спрашивают что вот а как быть если вот они подают заявку там на участие в гейнкарт лотереи и они говорят ну хорошо а у нас в семье вот есть ребенок которого какие-то есть игры ограничения вот там у кого-то инвалидность у кого-то там дцп у кого-то но всякие бывают вещи и вот вам вам как бы пришлось через это проходить я так понял да в семье вы знаете вот я веду канал уже три года дали не вопросы очень часто задают пишут вот у нас в семье ребенок там у него такая-то проблема можно ли нам там играть грин карту пройдем ли мы грин карту но что интересно когда мы ехали мы же тогда вообще об этом ничего не знали абсолютно там не ютюба не было никто не мог рассказать не просто я ехали все да мы даже об этом мы не думали там есть какое-то заболевание нет абсолютно приехали на интервью а ну то интервью мы конечно проходили медкомиссию там но нам ничего не сказали насчет ребенка там насчет какого-то заболевания можно ехать и все это само собой разумеющиеся они к этому очень нормально относятся я думаю вот что один аспект один аспект не забракуют ли меня вот при получении виз это то что вы сейчас сказали второй аспект существенно более на самом деле интересный с моей точки зрения значит ну дали тебе визу а жить как ну то есть вот как складывается жизнь то есть если какие-то там программы в школах да если хочет уйти сейчас он уйдет если какие-то программы в школах если какие-то я не знаю ну ну как эта помощь со стороны государства или не обязательно государства может быть из из-за этого вы вот скажем 10 лет там в америке вы больше сидите дома и занимаетесь ребенком чем могли бы скажем там ну зарабатывать или карьеру какую-то строить и так далее то есть вот как люди живут когда они должны значительную часть своих ресурсов посвятить вот вот этому а кстати если не секрет что что с мальчиком а у него по-английски это называется cerebral palsy дцп дцп но он такой как бы вот туда вполне он и понимает все и так он как он в принципе для его заболевания он очень хорошо себя чувствует он ходит он двигается он занимается спортом но мы его постоянно к этому стараемся подталкивать лавань им занимается то есть то есть то есть это не жизнь скажем так вот я я не знаю как люди живут с дцп там в киргизии но во всяком случае вы можете сказать что вот попав сюда вот с этим с этим заболеванием он живет как бы кардинально другой жизни нежели если бы оставались дома ну конечно здесь жизнь она вообще кардинально поменялась и у меня и у него если там мы можно сказать все время проводили это дом больница дом больница да и больше как бы соответственно иногда там куда-то в гости выйти и все но на тот момент ребенок был маленький а так как подрастает конечно там уже его тяжелее транспортировать да конечно там он не может ходить долгие расстояния он не смог бы там ездить в этом общественном транспорте стоять на остановках и так далее здесь как больше к этому располагает вот эта американская жизнь а вот вы сказали там дом больницы ли там поликлиника почему надо было в медицинские учреждения вывозить что там происходило какие-то процедуры что там да потому что само заболевание дцп она понимаете его нужно лечить его невозможно так взять и вылечить нужно постоянно всю жизнь ребенка поддерживать делать различные массажи различную физиотерапию может быть если там языковая нужна терапия у кого-то с речью и так далее и это до постоянные постоянные посещения невропатологов массажистов и так далее значит эти возможности в киргизии у вас были все таки то есть не то чтобы совсем брошенный да в принципе возможность была лечиться конечно даже на тот момент 13-14 лет назад тоже там вся медицина так скажем не очень дешево было все эти лекарства все эти процедуры проводить но в принципе да вот благодаря таки моим родителям мужу которые очень много работали помогали потому что все это стоит там тоже немалых денег чтобы поднять ребенка на ноги все-таки возвращаясь к поддержке со стороны государства возможной какой-то поддержки какие-то программы бесплатные лекарства бесплатные процедуры вот и ну что то есть что-то извне вот не то что вы должны пойти заработать а что-то извне что помогает вам справляться с этим ну знаете хочу самого начала немножко рассказать да когда мы приехали в америку то во первых что нужно было чтобы пойти в больницу конечно нужно было страховка медицинская мы стали обращаться насчет страховок туда-сюда там по разным инстанциям пока нашли что нужно подали и только страховку дети получили через пять месяцев пребывания в америке получается первые пять месяцев мы вообще не имели никакой страховки соответственно в больнице тоже не ходили можно уточню у вас страховка которую вы получили через пять месяцев была страховкой которую вы купили или получили от работодателя или эта страховка была социальная какая-то это социальная да вот эта федеральная страховка я уже даже не помню как она на тот момент не обама и называлась но почему 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 5 месяцев то ушло вот не знаю такой процесс был мы где-то вот мы приехали в марте пока туда-сюда в апреле мы подали через был мы подавали и вот такой был процесс ожидания я помню что только в сентябре дети получили вот эту бесплатную страху через что подавали через вэлфер через вэлфер окей но то есть при том что например муж работал то он как бы не зарабатывал так много и вы могли подать на был то есть была возможность такая да он не зарабатывал там абсолютно совсем чуть-чуть это были просто подработки ну то есть получается так если ты все-таки квалифицируешься на вэлфер то там есть много всякого ну от государства и меня конечно удивило что так долго это две-три недели месяц может быть только выше штукане так медикейт для детей вообще нам сказали что по грин карте как бы дают и на взрослых и на детей но нас рассмотрели нам отказали детям все-таки дали эту страховку хорошо то есть с этой страховкой уже можно было ходить по врачам все врачи принимают или есть такие места где вот скажем социальную страховку не берут да есть такие места где не берут это от клиник зависит ну сразу узнать где есть клиника которая принимает эти страховки пришли туда сделали appointment так скажем но что хочу сказать знаете с самого начала было очень тяжело вот что-то найти здесь не было такого что мы приехали там пошли куда-то да на тот же вэлфер и нам говорят вот там вашему мальчику с дцп положено то-то 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 нет такого нет поэтому нам все это как-то так все затянулось на годы мы постепенно постепенно узнавали где что есть если какие-то физиотерапии делаются ли детям массажи делаются ли какие-то операции у нас на все это ушло несколько лет а вот объяснили объясните мне ведь вы же не живете в вакууме там вокруг вас есть люди там 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 гену там много наших соотечественников там есть какое-то общение там есть там детские садики есть врачи вот если вы пойдете там к русскому врачу разве вам не не скажет он и есть социальные работники наверное какие-то разве социальные работе разве ты не есть их работа рассказать человеку и когда мы приехали только да вот там был к нам прикреплен социальный работник он но поскольку мы сами не не очень по-английски были тогда так он звонил назначал appointment и давал на список и гоночи то такое-то число такое-то время идешь сюда туда сюда здесь тебе вот это здесь вот это нет у нас не было такого социального работника ну и потому что она на мы по грин карте приехали но вот что первое мы пошли на волк и они нам сказали вам положено вот детям такая страховка потом сказали сходите на social security когда мы были до получили номера вот один социальный номер и также мы узнали на счет стали узнавать положено ли ему какое-то вот пособие так как в киргизии он получал вот это пособие да по инвалидности они сказали что нет вам ничего не положено так как вы не граждане и вы должны прожить пять лет в америке а сейчас дают что-то вот вы уже граждане так сейчас это знаете тоже такой вопрос допустим посоль если говорить о пособии для детей то это пособие дается тогда только когда так скажем вы находитесь на вэлфере и у семьи маленький доход когда мы были на вэлфере у нас был маленький доход соответственно ребенок получал но он получал это пособие после того как мы получили гражданство это только через пять лет и это пособие буквально год он получал к тому времени уже муж закончил колледж устроился на работу соответственно когда повышается доход и это пособие детская она сразу забирается но муж работает на работе да где есть страховка нормальная у него страховка на именно на него хорошие на детей она уже не очень так скажем хорошая дорогая и на меня тоже но у меня есть от моей работы я сейчас тоже работаю поэтому меня в принципе неплохая страховка сейчас есть ну подождите но все-таки даже 10 лет назад были скажем мощные миграционные форумы скажем там говорим про вес там полно народу из штата вашингтон то есть вы могли бы может быть просто на форумах вы не пользовались что интересно да мы никогда не пользовались никакими форумами я вообще них ничего не знала о формах если честно я узнала только когда вот стала youtube смотреть блогера буквально три года назад до этого я даже не вникала в это не муж как-то мы прошли мимо всего этого поэтому я говорю у нас здесь какой-то были конечно знакомые русские американцы но почему-то вот в плане детей заболеваниями почти никто ничего не знал тоже не было русского врача нам сразу не попался американцы как-то они так особо тоже ничего такого нам не говорили но детский врач они просто направили его к неврологу к невропатологу здесь тоже очень сложно попасть к невропатологу первый раз отправляют только детей у кого такие серьезные заболевания я тоже не помню что несколько месяцев месяца три или четыре только это ждали а пойкнут невропатологу первый как-то все знаете было очень очень и так затянуто растянута я понял то есть вы оказались в информационном вакууме и это в частности вот проявилась в том что у вас больше времени адаптация вот это первичная заняла не было людей которые были так скажем имели уже аналогичную ситуацию с теми же заболеваниями был бы человек например рядом который прошел этим путем если бы сегодня к вам обратил обратился кто-то хотя наверное уже обращаются да раз выдали на ютубе и блоге может быть вы их там за пару месяцев через все это проведете тем более можно посмотреть ваши видео ну вообще да сейчас мне когда пишут я конечно знаете советую что во первых нужно найти желательно русского врача если есть такая возможность но если нет то к американцу если вы попадаете да и начать с того чтобы у самого врача узнавать какие есть программы как-то мы вот сразу этого не делали мы вот не знаю метались метались также хочу сказать от врача зависит есть врачи которые как-то очень много чего предлагают есть врачи которые абсолютно ничего не предлагают и пока ты сам где-то не услышишь и не придешь не скажешь ему а вот я хочу это вот моему ребенку там положено физиотерапия а моему ребенку положен массаж а моему ребенку там что-то положено и врач говорит да можно допустим сделать это можно вас направить на ту же физиотерапию роботы какие-то то есть человеческого нет то есть они никак не вникают самому как бы самому говорить спрашивать вот это я поняла потому что если ты просто приходишь и вот у меня ребенок больной ну и как-то на этом что-то назначат такое поддерживающие а чтобы уже вглубь пойти нужно больше знать а вот с точки зрения образования он уходит в какую-то школу или к нему-то приходит домой учитель или ну что то есть он ходит в школу здесь же в америке все дети с любым заболеванием даже кто прикован к инвалидному креслу они все ходят школы в обычные и в обычных школах есть специальные классы для таких детей а вот наш никита он первые годы когда он пошел киндергарден первый второй класс он находился в обычном классе вот с детьми с учительницей но где-то до третьего класса когда дошел учительница сказала что ему нужна большая помощь и я не могу ему уделять это время потому что много детей там 20 человек в классе ему нужен специальный человек а это может только быть в специальном классе и когда мы его уже перевели в специальный класс в этой же школе все он там же остался просто там дети с различными заболеваниями там и соответственно меньше допустим в классе может быть 10 7 человек учитель и обычно два или три помощника для таких детей такой вопрос может быть о школе вот вот эта социализация которая там происходит она как бы сказать она его подпитывает она она востребована вот вашим никиты то есть ему хочется там быть с ребятами общаться вот у него у него есть такая потребность или вы без разницы там но у него конечно разные периоды бывают бывают с удовольствием да там шел в школу сейчас вот он стал постарше ему уже вот скоро 14 будет уже конечно он больше все понимает потому что он принципе умственно у него все нормально и конечно у него есть какие-то это чисто знаете его такие детские какие-то вот я не хочу я не хочу туда ходить там дети такие там учителя не такие но в принципе конечно для его развития для его социума это очень хорошо и я это понимаю что если бы он сидел дома то он бы просто мне кажется деградировал такой вопрос еще значит с точки зрения того что ребенку в школе другие дети до могут доставлять неприятности они могут дразниться они могут обижать они могут насмехаться и так далее вот с точки зрения того что вот он был сначала все таки он три года до киндергарн и потом 1 2 класс он был среди просто детей так без специализации потом он попался в специальный класс значит первые три года и потом есть какая-то разница есть такое что дети могут как-то жестокими быть и как-то вот поранить человека как вот ну конечно такое случалось не так часто но бывали случаи когда дети допустим с его класса могли его толкнуть вот когда он еще был маленьким но они там все маленькие чем-то шесть семь восемь лет могли его толкнуть как-то обозвать толкнуть специально толкнуть ну как бы они когда потом учительница начинает разбираться дети говорят что я не специально его толкнула никита говорит нет он пробегал это у меня специально и слова могут и словами что-то сказать могут и словами конечно да например например бывало несколько таких случаев но это в плане знаете вот и там ходишь там у тебя что-то ноги кривые вот в таком плане ну по дурости то есть не то что они злые как-то изначально да да но еще знаете во первых это да и вот нормальных детей так скажем которые учатся в нормальных классах но также это происходит у них же там вот этот свой класс где дети с различными заболеваниями там конечно они абсолютно многие не думают что они говорят там что они делают есть конечно и там агрессивные дети и когда такое случалось что его там задевали или толкали но нам как учителя сразу сказали что вы должны ваш ребенок там сообщит вам а вы должны нам и они там беседовать или с тем ребенком который его обидел до или с родителями того ребенка и в принципе это так хорошо работает когда они разговаривают с тем ребенком который его допустим обидел с его родители то больше уже со стороны допустим того мальчика уже это никогда не повторялась то есть агрессии больше для меня это неожиданно на самом деле то что вы сказали то есть больше агрессии со стороны детей которые в специальном классе чем чем со стороны других детей ну видите да потому что в специальном классе они же там весь день находятся с этими детьми они соприкасаются в основном это когда они идут на ланч кушать где-то там на переменах и поэтому когда-то там что-то может возникнуть кто-то там может обидеть до каким-то словом а в этих а потому что они там весь день тусуются и там конечно больше вот этого происходит я понял ну хорошо что же давайте может быть знаете что я я надеюсь что вы сами не последний раз видимся вы такая очень светлая и как сказать я думаю вам пишут хороших комментариев много правда пишут они хорошие у вас энергетика замечательная совершенно вы прям как в такой вулкан такого позитива давайте вот что обращаясь к тем людям у которых дети имеют какие-то проблемы вот скажем то такого уровня инвалиды может быть там в колясках и тогда в широком таком классе минуя проблем минуя проблему того что могут дать или не дать визу я не представляю что должно быть с ребенком или там взрослым чтобы ему визу это не дали и даже не все это вот но уже в стране уже когда жизнь уже вот вот это какое-то напутствие может быть вы скажете помимо того что они могут ходить смотреть ваш канал я ссылочку дам вы мне напишите в скайпе ладно я дам ссылочку но какое-то напутствие вот что-то такое что поможет людям лучше понимать вот что их ждет вы знаете вот мне тоже часто допишут там вот такие вопросы что там расскажите вот что нас ожидает и что пишут не обязательно родители у кого дети имеют заболевания а сами уже взрослые люди которые имеют какую-то инвалидность и конечно я обычно советую тем могу посоветовать кто по грин карте едет потому что начинает спрашивать что положено нам будет как мы там сможем устроиться по грин карте конечно намного больше возможностей но сейчас вот я смотрю последние годы такая волна что люди едут вот по политическому убежищу да и с детьми и вот тоже мне писали спрашивали вот мы приедем что нашему ребенку положено но вот насколько я знаю я всегда говорю что по политическому убежищу будет очень тяжело с ребенком почти ничего не положено я уже знаю случай одна семья тоже приехали они сейчас калифорнии живут они думали что им очень многое дадут но когда стали обращаться обращаться им во многих местах как бы сказали что пока ребенок не получит гражданство у вас определенные там закрытые перспективы именно гражданство не то что скажем они получат одобрение по политическому убежищу да именно гражданство она дает право допустим вот на то же получение социального пособия на то чтобы за вами ухаживали здесь же есть еще такой фактор как вот киргиверы которые работают по уходу вот у никиты есть такой киргивер и пока мы не прожили пять лет пока мы не получили гражданство они нам сказали что вам не положено эта программа но так случилось что как-то случайно мы нашли одну женщину которая занималась этим и она говорит нет есть такая программа что не имея собачка что не имея гражданство ребенок может получать и знаете это просто это постойте но но имея грин карту вы же получать эту программу по уходу тогда эта программа была открыта и нам дали им он получил киргивера киргивером была моя мама бабушка так скажем но не хотя бы платит за это тогда это оплачиваем это немного конечно там пару часиков или часик в день но все равно что-то но сейчас уже этой программы нет насколько я знаю вот у нас в спокене там вашингтоне по другим штатам очень трудно сказать здесь еще такая интересная ситуация что в разных штатах по разному даже в разных городах в одном штате в одном что-то вам будет положено в другом не будет положено и поэтому как бы я не могу вот сказать что да будут все двери какие-то открыты конечно нужно будет пройти какой-то такой определенный может быть даже тяжелый путь но это с моей стороны кажется так что не так будет все просто с детьми но если есть желание есть возможность конечно все это получится со времени потому что я допустим вот мы прошли какие-то до спекты такие тяжелые но уже глядя назад я об этом не жалею и сейчас меня многое устраивает конечно должно время чтобы чего-то там добиться с тем же ребенком чтобы получать вот различные вот этим знаю пособие лечение и так далее светочка сегодня вот уже с тем опытом который у вас есть вы бы сказали людям которые там интересуются вопросы задают вы бы им сказали обязательно надо там идти на форумы обязательно надо искать людей которые живут в тех местах куда вы хотите поехать которые имеют там похожие проблемы со здоровьем или там какие-то еще то есть вы бы искали ребята собирайте информацию да они после там тыкайтесь как слепые котята то есть вы сейчас советую обычно заранее что узнавайте побольше информации потому что вот не пишет вот то 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 такие вопросы и видно что человек абсолютно ничего не знает конечно я бы посоветовала сейчас и на форумах и на ютюбе очень много блогеров но в плане такой проблемы как допустим ребенок дцп или какие-то заболевания таких очень мало единственное еще блогер я знаю живет девушка на аляске вот я ее как-то смотрела но у нее мальчик очень в тяжелом состоянии даже не помню как сейчас ее зовут вот она тоже очень много рассказывает о лечении о том что ему там предлагают но они тоже вроде по грин карте приехали и как-то вот конечно нужно нужно узнавать собирать информацию но знаете вся информация все равно уже открывается здесь когда сюда приезжаешь здесь уже намного больше есть разница с ним я бы так сформулировал независимо от того насколько вы подготовились все равно какие-то вещи откроются на месте это не значит не значит что не нужно готовиться вот это готовится надо да потому что вот один случай еще хотела небольшой рассказать просто мне как-то написали но это уже было на на года два назад женщина написала в личных сообщениях она говорит мы уже находимся в америке два месяца у нас больной ребенок ну как никита но более тяжелом состоянии приехали по они туристической визе и два месяца бьемся и ничего не можем добиться подскажите куда нам обратиться что делать я конечно сама как бы была в такой растерянности что абсолютно если люди ничего не зная приехали пошли на такой шаг потратили да эти визы эти билеты но они подали уже на политику или они по турвизе пока вот этого я не знаю как-то она ничего не написала она просто написала что мы находимся по туристической визе еще у них там запасе несколько месяцев есть ну скорее всего я думаю полгода там у них было и конечно я лично ничем не могла им помочь не подсказать потому что я написала что нужно конечно же медицинская страховка без медицинской страховки но единственное здесь есть в америке вот такой госпиталь шрайн из хоспитал называется это детский госпиталь он существует на добровольных пожертвованиях и вот если люди найдут да допустим в том городе где есть этот госпиталь то можно туда попробовать и они даже дают бесплатные вот эти appointment на то чтобы проверить ребенка вот это единственное что я знаю остальное чтобы лечить нужно обязательно медицинская но в школу они ребенка могут отдать и в школе этот ребенок может пойти в такой же специализированный класс там и как то то есть вот школьная часть она доступна а школой вообще без проблем да тут приезжаешь мы приехали сразу они сказали ну что нужно прививки сделать определенные детям старшему сыну никите сказали что некоторые нельзя делать и там какое-то время они не ходили в школу там может быть три недели а без проблем без независимо от визы то есть может быть и туристическое может вообще быть нелегал но вполне да здесь обязаны ходить если там хоть как они хоть туристами приехали они все равно будут полгода жить там нелегально будут подавать конечно ребенок уже обязан пойти в школу ну так сколько я слышала принципе без проблем но если насчет спецкласса просто спецклассы бывают не вот прям во всех школах может быть будет там поискать какую-то другую в соседнем районе школу где есть спецкласс но они обычно в школах все это подсказывают то есть пойти в школьный дистрикт и они там и скажут прямо там школа которая по району принадлежит на говорят ладно . спасибо большое и передавайте привет там и деткам и мужу и давайте мы так с вами скажем пока и так рукой помашем всем скажем пока пока пока